Красноярский край столкнулся с кадровым голодом. Дефицит рабочей силы достиг исторического максимума. К труду все чаще стали привлекать заключенных или студентов, которые еще не получили образование. После прохождения практики их просят остаться на постоянную работу. Алифтина Сасова узнала, из-за чего возникла такая проблема и как работодателям с ней можно справиться. И Федор без труда справляется с учебным тренажером-имитатором, хоть и с одной ошибкой. И такую сноровку юный специалист приобрел на практике. Он еще учится в колледже, но уже успел поработать на настоящем нефтяном месторождении в Туруханском районе. Летал туда даже два раза. Более того, учащийся там до сих пор трудоустроен. Показал себя с лучшей стороны, как в умственном плане, так и в физическом. И меня попросили остаться и не увольняться. Текучка кадров, и поэтому хорошие, так сказать, работники всегда нужны. Даже если они еще студенты, причем это не работа по типу «принеси-подай». После небольшого обучения на самом производстве, новичков ставят на одну ступень с остальными специалистами. Так что и работают они на равных. Те, кто нормально овладевает профессией, специальностью на период выпуска, у нас, в принципе, большинство ребят уже трудоустраивается по своим направлениям обучения. Но и этого оказывается недостаточно. Красноярскому краю не хватает рабочих рук. В октябре этого года кадровый голод достиг исторического максимума. Об этом рассказали аналитики Хэхэру. В одной только краевой столице открыто больше 22 тысяч вакансий. На каждую приходится 2,8 резюме, при норме от 4 до 8. Хуже ситуация только в Алтайском крае и на Кузбассе. Больше всего Красноярску не хватает квалифицированных рабочих, врачей, строителей, аграриев, работников торговли и логистики, а также сотрудников автобизнеса. Еще печальнее статистика у службы занятостей. По всему краю работодателей ищут 55 тысяч сотрудников. Больше половины этих вакансий по рабочим профессиям. В службах занятости под запросы рынка даже подстраивают свои учебные программы. На рынке труда больше всего требуются водители грузовых автомобилей. И на первом месте по обучению у нас тоже водители. Там у нас категория С, Д, то есть мы стараемся вот эти категории обучать. Много требуется газоэлектросварщиков, монтажников, строительная отрасль, востребованные специалисты. Чаще всего на такое обучение идут молодые люди сразу после школы, которые не поступили в ВУЗ или техникум, безработные или мамы в декрете. После обучения мы будем менеджеры по работе с маркетплейсами. Здесь очень большой пласт практики. Мы видим подводные камни, что встречают новички, которые заходят на площадки Валберес и Озон. Мы видим все трудности, нам все это рассказывают. Слесари, сварщики, стропольщики, крановщики. Этих кадров тоже не достает на производствах. А фрезеровщиков вообще днем с огнем не сыщешь. А рассказали нам на Красноярском комбинате железнобетонных и металлических конструкций. А работников стали искать даже за решеткой. С начала этого года на комбинат устроили 15 заключенных. Но и этого недостаточно. Прямо сегодня туда готовы устроить еще столько же полосатых воротничков. Я думаю, каждое производственное предприятие испытывает этот кадровый дефицит. Но и как раз таки именно это сотрудничество позволяет нам восполнить. Конечно, не в полной мере. Наши производственные мощности позволяют производить больше продукта. Но как раз таки кадровая проблема является сдерживающим фактором на сегодняшний день. Предприятия уже готовы создавать специальные центры на своих территориях. Там неподалеку от работы осужденные и будут жить. Тогда их смогут нанимать в большем количестве. А вот на красцветмете таких кадров хватает. Но очень требуются хорошие управленцы высшего и среднего звена. А ведь именно от них напрямую зависит успех компании. Причем деньгами замотивировать уже сложно. Из-за большой конкуренции между компаниями хорошую зарплату предлагают везде. Теперь работодатели пытаются завлечь кадры лучшими условиями труда. И эта история не про то, чтобы просто поставить кофе и печенье в офисе. Удаленка возможна. И работодатель, который идет навстречу и говорит, да, возможно, выигрывает конкуренцию того, кто говорит невозможно. Или, например, какие-то дополнительные социальные льготы. Какие-то возможности для здоровья или занятий спортом или еще что-то. Из-за чего сложилась такая ситуация? Есть несколько мнений. Во-первых, дает о себе знать демографическая яма 90-х годов. Молодых людей от 24 до 30 лет сейчас не так много. А старшие поколения уже начали уходить на пенсию. Во-вторых, могла не справиться система образования. Рабочие профессии перестали быть престижными у молодежи. А потому вместо тяжелой работы у станка они выбирают продавать смартфоны в магазине. И при этом не сильно теряют в деньгах, что может быть третьей причиной дефицита. А потому к труду все чаще стали привлекать заключенных, студентов или людей без опыта. Стало легче обучить сотрудника с нуля, чем искать уже готовые кадры.